Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю описывать томаты очень подробно, все по номерам, все те, которые у меня будут в каталоге. Осталось совсем немного времени, мне нужно успеть до начала рассылки рассказать вам, что из себя представляет каждый томат. В прошлый раз мы дошли до 80-го, до денежного дерева, 81-й номер, оранжевые сливки. Это среднеспелый сорт для пленочных укрытий, это так пишет производитель. Растение полудетерминатное, высотой 110 см, требует посынкования и подвязки, плоды выровненные, сливовидные, ярко-оранжевые, массой 40-60 грамм, плотные, с повышенным содержанием бета-каротина, ценность сорта, холодостойкость, устойчивость к перепадам температур, обильное плодоношение, рекомендуется для цельноплодного консервирования. Вот здесь написано, что он для пленочных укрытий, но это не совсем так, я его выращиваю всегда в открытом грунте. И несмотря на то, что у меня сибирский регион, но вот кто добавляется, новенькие спрашивают, где именно. Я почти в каждом видеоролике говорю, что я живу в сибирском регионе, Алтайский край, город Бийск. И вот несмотря на то, что у меня сибирские регионы, погода не очень, в открытом грунте оранжевые сливки, они прекрасно растут, не надо им никаких пленочных укрытий. У кого нет теплицы, можете смело их высаживать. Они невысокие, это очень удобно, по плечу вырастают человека 110 см. И подвязка, конечно, нужна, и посынкование нужно, но их можно, я вот не сильно расстраиваюсь, что если вырастет второй или третий ствол, как вы понимаете, они мелкоплодные. Если крупные, мы так не делаем, потому что боимся измельчения плодов, чтобы они кверху не измельчались. Они везде одинаковые, они как вот есть 40-60 грамм, как штампованные, они так и идут. Очень декоративный, красивый сорт, конечно, для засолки. В салаты такую мелочь очень сложно нарезать, но они вот маленькие, сливки, сливки такие. Но для засолки, особенно в комбинации с красными сортами, с таким, с другим цветом, очень смотрится эффектно, оригинально. Мелкий плод для засолки, для консервирования. 42 хурма, вот это тоже желтоплодный, но это совсем другое, это мясистый такой, здоровый. Привлекательные плоды, отличного вкуса для пленочных теплиц, открытого грунта, среднеспелый сорт, от сходов до созревания, 115-125 дней, растения высотой 70-100 см, плоды плоскоокруглые, с зеленым пятном у плодоножки, золотисто-оранжевой массой, 100-250 грамм. Вкусовые качества отличные, универсальное использование. Ну, это значит, что можно и в салат, можно и дольками солить, и что-то там в какие-то заготовки. Вот это обыкновенный такой, круглый, плоский, желто-оранжевый, такой яркий, ближе к оранжевому томат, очень вкусный, очень сладкий. 84 чудо-рынка. Вот про чудо-рынка я хочу сказать, что мне уже женщина еще одна написала. Чудо-рынка тоже под этим названием бродит по нашей стране несколько сортов. Я уже в интернете видела один сорт, индетерминатная, описано, что высокая. Вот здесь у меня написано штамбовая, полудетерминатная, но опять же высотой 120-150 см. И один сорт описывается вообще низкорослый, 50-60 см. У меня в этом году чудо-рынка нет, я не сейла. Я не знаю, какой на будущий год буду садить, или низкий чудо-рынк, или высокий чудо-рынк. Но вот я сейчас опишу, вот один из сортов чудо-рынка выглядит так. Штамбовая, полудетерминатная, в высоту 1,20-1,50 см, рекомендован для выращивания в открытом грунте. Также можно в теплицах. Среднепоздний сорт, плоды имеют красный цвет, по форме круглые, чуть вытянутые. Вес зрелых томов достигает 200-300 грамм, но бывает крупнее. Готовый урожай хорошо переносит длительное хранение, перевозку. Урожайность довольно высокая, при должном уходе можно получить 12-14 килограмм. В теплицах показатель меньше и составляет 8-12 килограмм. Я вот об этом вам говорила, что существуют вот такие парадоксальные сорта томатов. Казалось бы, в теплице живи, размножайся. Но некоторые почему-то в теплицах снижается урожайность, и лучше бы их высаживать в открытом грунте. Вот это яркий такой представитель чудо-рынка. Видите, написано, что в открытом грунте 12-14 килограмм, а в теплицах может до 8 упасть урожайность. Так что, когда вот у меня люди спрашивают, например, а как растет, как будет расти вот у нас, там, например, в Московской или в Краснодарском крае, вот этот сорт. Так еще и никто неизвестно, где вы его будете выращивать, или в теплице, или в открытом грунте. И вообще, как он будет себя показывать. Пока вы сами не испытаете каждый сорт, я не могу вам ничего сказать. Я за пределы Алтайского края ни разу не выезжала. Я даже не представляю, как это, теплое лето, как в Краснодарском крае, как там будут себя вести наши томаты. Но говорят, они хорошо везде растут. У меня в Крыму женщина одна выписывала и показывает, как рассказывает, что у нее даже урожайность больше, чем у нас. Конечно, там тепло, светло, и они там показали себя во всей красе. Так, 85-й номер. Славянин, среднеспелый, розово-плодный, урожайный сорт сибирской селекции для открытого грунта и теплицы. Растения детерминатного типа, высотой 120 см, плоды удлиненной формы, розовые при созревании, очень плоткие и сладкие. Идеально подходят для консервирования засола. Масса плодов 120-150, урожайность высокая, до 6 метров с квадрата. Товарность плодов 90%. Вот на это обращайте внимание, товарность плодов 90%. Потому что есть некоторые томаты, которые создают много уродливых, таких деформированных плодов, срохшихся, много треснутых. Вот этот вот славянин, я сейчас просто обращу на это внимание, дочитаю до конца и объясню. Он очень хороший у него, вот этот показатель, именно качественных, эстетически красивых на внешний вид плодов. Выращивать 2-3 стебля с подвязкой к опоре, высаживать 3-4 растения на 1 квадратный метр. У меня он нынче есть, я вам покажу потом летний видеообзор. Но именно мне чем он нравится, что у него нет отхода. Вот подойдешь, висят вот эти, они такие розовые, удлиненные, но они такие довольно-таки 120-150 грамм, но такой настоящий средний помидор. Но именно вот как его и пальчиковым не назовешь, он не тоненький и не сливовидный. Ну, такой удлиненный, как перцевидный немножко. Розовый, очень красивый, мало у него отхода. Никогда, редко бывает, очень ни разу, по-моему, не видела, чтобы треснутые были или какие-то уродливые. Все стандартные, как штампованные плоды, очень удобный. И удобный, и вкусный. Можно и солить, и на салат. Номер 86. Олей детономинантный, среднеспелый сорт томата, который с успехом выращивается как в открытом, так в закрытом грунте. Спелые плоды средних размеров, округлые, эллиптические, слаборебристые, неплотные розового цвета. Обладающие высокими вкусовыми качествами, употребляются томаты сорта олей как в свежем виде, так и для консервации и переработки. Высота 70 сантиметров до метра 20. Вес 100-125 грамм. Статистическая урожайность 4 килограмма на квадратный метр. Обычный такой, видите, что урожайность не очень большая, 4 килограмма. Плоды тоже 100-120 грамм. И мы понимаем вот по этому описанию, что, конечно, больше всего он будет использоваться для консервации и для всяких переработок и меньше в салат. Обычно вот такие 100 граммовочки, они вызревают и как раз время заготовок, но для переработки в кулинарии и для консервации. Номер 87 Никола. Такой же примерно сорт. Среднеранний, низкорослый 40-65, плоды красные, округлые, массой 120-200 грамм. Рекомендуется для употребления в свежем виде, переработки длительного дозревания. Сорт обладает высокой устойчивостью к грибковым заполиваниям, не посынкуется. Простой сорт, посадил, растет он. Тут не нужно следить, чтобы они не измельчались. Это все равно вот эти сорта больше всего, которые идут для переработки. Вот видите, написано для длительного дозревания. Можно осенью даже сорвать их зелеными, положить в коробку и понемножку их там куда-то использовать. Это не из той серии, которые крупные, мясистые, которые очень такие сладкие, вкусные. Обыкновенный среднестатистический томат, который идет всегда везде. Можно солить, можно, если нет никаких других, пока можно и в салат, и для переработок. Номер 88. Сосулька розовая. Среднеранний сорт, формирующий кисти по 6-8 плодов. Растение эндотерминатное, плоды нежно-розовые, удлиненные массой до 120 грамм. Сладкие, очень вкусные, не трескаются, долго не теряют товарность на кусте. Имеют повышенную трансфортабельность и лёжкость. Но это тоже вот такие средние плоды с средним весом 100-120 грамм. Обычно люди стараются такие плоды закатывать в баночки, потому что мы всегда высаживаем и вот такие, как пальчиковые, и круглые, вкусные, сладкие, которые идут на салаты. Эти все-таки больше всего мы употребляем в засолку, в консервацию. Потому что вот такие мелкие плоды, конечно, ты с них не будешь, тем более сосулька розовая, она не ярко-красный цвет, не будешь, мы не сильно с них томатный сок делаем. Вот именно для консервации больше всего. Вообще хороший сорт, он красивый, декоративный, единственное, что индетерминатный, кто не очень любит бороться с высокими сортами, то есть сорты сосульки более низкой высоты, а это растение высокое. Вот оно сосулька розовая, груша розовая, они все для консервации идеально подходят, но очень высокие. Так же, как вот следующая золотая рыбка, очень высокая, до двух метров вырастает, так как я выращиваю в коловой культуре, я кол ставлю, и осенью у нас идут, когда вот сильно ветры, ураганный ветер, она когда облеплена вся вот этими вот плодами, и она вот так раскачивается, раскачивается, один раз ее так мотануло, что она вообще, кол даже сломался под порывом ветра, и она вся упала, потому что она очень, растение очень высокое. Номер 89. Золотая рыбка. Среднеспелый. Сорт томата золотая рыбка рекомендуется для пленочных теплиц и открытого грунта в южных регионах. Но это не совсем так, это описание производителей. Открытый грунт, она у нас прекрасно растет вот в сибирском регионе, не только в южном, так что не бойтесь ее высаживать в открытый грунт. Она, правда, поздно, она вот как добарау. Добарау тоже, он же немного как позднеспелый сорт, а здесь он указан среднеспелый, но в нашем сибирском регионе он будет наравне в добарау в последнюю очередь спеть. Я говорю, что она вот такая высокая, плодов много, и пока она сформирует свой двухметровый вот этот вот куст, то, конечно, уже будет, ну, конец лета. Растение индотерминатное, высотой до метр восемьдесят два метра, оно так и вырастает, даже больше двух. Лист среднего размера, светро-зеленый, так, плодоножка, плод цилиндрический, с носиком, гладкий. Краска незрелого плода зеленая, зрелого оранжевая. Масса плода 90 грамм, вкусовые качества, хорошие смесистые мякотью и повышенным содержанием бета-каротина. Вот эта вот, хочу золотая рыбка вам еще побольше о ней рассказать, она очень красивая. Она, если вы дождетесь, вот когда, ну, если позволит погода, у нас вот много, много плодов верхних не дозревает, потому что наступает холода, иногда морозом даст. Даже в конце сентября у нас бывают заморозки, и не все плоды, которые вот сформировались, успевают вызревать. Но если теплая, длинная, такая продолжительная осень, очень декоративное растение, вот этот двухметровый куст, он весь обвешан этими длинными, такими пальчиковыми томатами, весом 90-100 грамм, очень вкусные, очень красивые. Хоть в засолку, хоть на еду, несмотря на то, что они маленькие, 90 грамм, я их всегда использую и в салат, потому что они очень мясистые и хорошие. Номер 90 загадка, отличный ультраранний сорт для открытого грунта, низкорослый, 30-40 сантиметров, плоды 100 грамм, очень вкусные, плотные, мясистые. Отличается высокая урожайность, выровнять плодоношение в любую погоду, пасынков почти не дает. И коротко так, для засола. Это действительно так, потому что обычно загадку, ну, даже не приходит в ум, так использовать ее в салат или куда-то. Но она такая именно, что ее много, она будет все облеплена, я ее в этом году, по-моему, есть несколько кустов на ленивой грядке. Никогда не посынкую, никогда не подвязываю, по принципу посадил и забыл. Это именно для засола, для различных томатозаготовок, для всего. 91 груша розовая, вскользь упоминала уже о ней. Такая же, как золотая рыбка, только не желтая пальчиковая, а розовая и грушевидная. Номер 91. Груша розовая, среднеспелый, высокорослый сорт, очень урожайный, красивые розовые плоды грушевидной формы, идеально подойдут для цельноплодного консервирования, выращивать с подвязкой и пасынкованием. Тут и говорить нечего, очень красивый, очень урожайный. В этом году покажу вам, но очень высокий, вот индетерминантный, так же, как золотая рыбка, надо и его и на шпалеру неудобно, потому что он 2 метра вырастает, это очень высоко надо тянуть эти нитки, и на акул тоже неудобно. Но зато он вас отблагодарит вот таким огромным количеством вот этих розовых, красивых груш. В том году, за прошлый год у меня есть в фотокаталоге розовая груша, смотрится идеально. И в банке смотрится идеально, и кушать её тоже приятно, она такая мясистая, очень хороший сорт. Всё, на этом, наверное, остановлюсь. Алтайский розовый, алтайский оранжевый, это вот наши местные сорта, я потом расскажу о них в следующем видеоролике. Тоже отличные сорта, огромные такие, и розовый, и оранжевый, вкусные, мясистые, сахаристые. Но оставим на следующий видеоролик, потому что времени много. Всё, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Постараюсь до 1 августа рассказать обо всех томатах. Осталось дойти нам, так, 6, ну ещё штук 20-30 сортов осталось всего лишь. И потом, это я всё делаю, тороплюсь, делаю для того, чтобы вам легче было выбирать. Да, немного осталось, дня 3 ещё поработать нам, почитать, и будем выбирать. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok